Иностранцев скоро не сажают. Иностранцев скоро не сажают контракт на вагоны на 237 миллиардов рублей. Дан Трансмашхолдингу газета «Коммерсант» номер 2 10 января 2019 года, СТР-1, обновлено в 13.13, ОАО «РЖД» и Трансмашхолдинг близки к заключению одной из крупнейших в истории сделок по приобретению вагонов. Подконтрольная монополия и федеральная пассажирская компания, ФПК, купит у Тверского вагоностроительного завода, ТВЗ, за 7 лет 3,7 тысячи пассажирских вагонов за 237 миллиардов рублей. Прочие производители, по сути, теряют шансы на участие в закупочной программе ОАО «РЖД». Одним из критериев был вопрос высокой локализации. В том числе, вероятно, потому, что часть вагонов может быть направлена на возобновление перевозок в Крым. ФПК, отвечающая ОАО «РЖД» за перевозки в дальнем следовании, готовится к заключению контракта на закупку 3731 пассажирского вагона в 2019-2025 годах. Как рассказал твердый знак источник, знакомый с ходом переговоров, поставщиком выбран ТВЗ, входящий в Трансмашхолдинг, ТМХ, бенефициары структуры Андрея Бокарева, Искандара Махмудова, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы, крупный акционер французская. «Олстин». Стоимость контракта 237 миллиардов рублей, в том числе и 186 миллиардов рублей собственных и заемных средств и 51,4 миллиарда рублей взноса ОАО «РЖД» в капитал ФПК. По мнению главы инфолинии аналитики Михаила Буромистрова, этот контракт может оказаться крупнейшим в мире в 2019 году по закупке железнодорожной техники без учета приобретения поездов для высокоскоростных магистралей. В ФПК «Твердый знак» сообщили, что обновление парка «Ключевая задача», ежегодно компания направляет на это порядка 40 миллиардов рублей, заменяя свыше 1000 единиц подвижного состава. Учитывая объем закупок, ФПК заинтересована в долгосрочных соглашениях с отечественными производителями, говорят в компании, контракт предусматривает закупку до 3,7 тысячи вагонов новых типов повышенного комфорта. В ТВЗ «Твердый знак» подтвердили готовность обеспечить выпуск свыше 3,5 тысячи вагонов. Один из источников «Твердый знак» уточнил, что Совет директоров ОАО РЖД должен определить позицию по голосованию на внеочередном собрании акционеров ФПК, где и планируется одобрить сделку. Другой собеседник «Твердый знак» говорит, что заседание состоится на днях. Почему Минтранс предлагает передать до 10% рынка дальнего следования частным перевозчикам по данным «Твердый знак»? 2645 вагонов – это одно- и двухэтажные существующие модели и новые одноэтажные вагоны с люличной тележкой и автономным электроснабжением. На них сформируют «Твердый» заказ. Остальные модели еще разрабатываются, их заказ опционален – одно- и двухэтажные вагоны с пневмоподвеской и централизованным электроснабжением, вагон и локомотивной тяги, а также автономный подвижной состав с тяговыми головными вагонами или распределенной тягой, который позволит обойтись без локомотивов. По словам собеседника «Твердый знак», «Твердый знак», «Твердый знак» выбран единственным поставщиком, хотя были и альтернативные предложения в частности, испанской «Телго» и швейцарской «Стейдла». «Телго» предоставила гораздо более низкую индикативную цену на двухэтажные вагоны с пневмоподвеской и централизованным электроснабжением – 70-80 миллионов рублей против 80-720 миллионов рублей за штуку ТМХ. Впрочем, замечает один из собеседников «Твердый знак» – вагон «Телго» вдвое короче 13 метров против 26 метров у вагонов ТВЗ. Соответственно, и пассажиронаселенность ниже. При этом «Телго» готовы давать гарантии локализации только в Таможенном союзе, ТС, пусть и с правом экспорта, и только на 50%, а ТМХ обещает локализовать вагоны на 85% в России. Договор может быть прекращен в ПК при введении НДС на перевозке в дальнем следовании выше 5% и при падении госсубсидий ниже 7 миллиардов рублей НДС с 2017 года обнулен до 2030 года для обеспечения закупок парка, но размер субсидий ФПК, компенсирующих убыток от перевозок в плацкартных и общих вагонах, неоднократно был предметом спора между ведомствами. В долгосрочной программе развития ДПР, ОАО РЖД до 2025 года учтена ежегодная субсидия в 8,5 миллиарда рублей. Михаил Бурмистров отмечает, что стоимость вагонов прямо сопоставлять некорректно, так как ТЭЛГО явно дала индикативную цену на двухэтажные вагоны близкую к цене одноэтажных, что нерелевантно. При этом даже у ТМХ, производящего двухэтажные вагоны, подвижного состава такой комплектации еще нет. По одноэтажным оба предложения реалистичны, но, по мнению эксперта, ключевой фактор это размещение мощностей ТЭЛГО в Казахстане, а не в России. Как изменится дизайн российских вагонов заключению договора с ТМХ предшествовало поручение президента от 10 января 2018 года по долгосрочной и сбалансированной загрузке ТВЗ. Предполагается, что договор с ФПК приведет к росту загрузки вагоностроения РФ в 2019-2025 годах на 50% по отношению к 2016-2017 годам. Но другим заводам в сегменте теперь претендовать уже просто ни на что. В ДПР стоит закупка 4287 пассажирских вагонов, а предельный бюджет в стратегии развития ФПК до 2030 года на 2019-2015 годы как раз 237 миллиардов рублей. По мнению Михаила Бурмистрова, иностранцы могли бы рассчитывать на опциональную часть контракта, если бы не требование по локализации. В итоге, полагает эксперт, перспективы у них остаются лишь в партнерстве с ТМХ по комплектующим. Но локализация может быть не единственной причиной выбора ТМХ. Как говорит один из источников ТВЗ, речь идет о расширении эксплуатации двухэтажных поездов и развитии перевозок на направлении Центр, Юг. Другой собеседник ТВЗ уточняет, часть вагонов может пойти на сообщение с Крымом, направление планируют открыть в конце 2019 года, пустив 10 пар поездов, в том числе двухэтажных. Впрочем, еще один источник Твердый знак отметил, что ФПК закупает у ТВЗ вагоны без конкретизации направлений эксплуатации. Наталья Искарлыгина, Денис Скоробогатко